Всем привет! С вами Камила и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня для вас, девочки, очень волнительное видео. Сегодня я вам расскажу о себе, немного о своей жизни, поскольку вы меня об этом очень часто просите. Мне кажется, что нет лучшего способа рассказать о себе, как познакомиться с своей лучшей подругой. Та-дам! Привет! Ну что ж, как вы наверняка уже поняли, сегодня мы снимаем для вас видео Best Friends Tech. Мы будем отвечать на вопросы, и это моя лучшая подруга Кристина. Как, где вы познакомились? Мы познакомились в школе. Да, у нас очень скучно, на самом деле, с той ли знакомствой. Да, ты пришла где-то на полгода позже, чем все мы. Ваш самый любимый момент вместе? Первый, наверное, любимый момент, это когда мы с тобой были у меня дома. У меня Камила один раз только ночевала, и было весело. Да, было очень весело. Мы столько всего придумали в тот день. Да, мы хорошо провели время. И мне еще очень понравилось, когда мы вместе, еще с одной нашей очень хорошей подругой, мы ездили в центр, просто вместе гуляли в первый раз. Да, мы потерялись, но было очень весело, мы ездили на Луганку. Интересно. Опишите друг друга одним словом. Пусть будет бомба. Ну, правда. Подруга бомба, почему бы и нет. А я даже не знаю, как тебе это делать. Вот думай, думай. Да, честно, давай, правда, мать. Ну нет, ты скажешь, что ты милашка. Ну это не так, ты же знаешь, да, честно. Шестой вопрос. Качество, которое раздражает тебя в твоем лучшем друге. Да. Говори ты. Сейчас такой список. Мы порой очень упертые с тобой. Ругались очень часто, и основным моментом было, кто первый извиниться. Да, мы очень зависели от этого. Потому что мы очень зависели от этого, и мы были слишком горделивы для того, чтобы первым извиниться. Вот я очень редко от первого дня. Но сейчас я исправляюсь. Я стала... Да, и сейчас получается так, что даже ничего... Даже нет минусов. Я знаю, да. Давай, я вспомнила там конкретно это... Ну, ты очень не пунктуальна. Ты знаешь, что меня это бесит. Я могу ждать тебя 30-40 минут. И все? Ну да, это, наверное, самое главное. А так ты идеальна, конечно. Нет, на самом деле я действительно, к сожалению, не очень пунктуальна. Идеальна, да? Я действительно, к сожалению, не очень пунктуальна. Вопрос номер семь. Если бы было место, куда вы могли бы поехать вместе, куда бы вы поехали? Дубай. Ну, сто процентов. Что нам приснился практически в один и тот же сон. Один и тот же сон. Что мы вместе летим в Дубай. При том, что мы с ним вместе никогда не летали в принципе никуда. Да, даже со школы никогда не ездили. Даже со школы мы не ездили. Мне кажется, это очевидный вопрос. Да. Мы можем даже не отвечать. Кто дольше собирается утром? Ну, мне нужно довольно много. Просто Кристина почти не красится. А мне нужно и причесон, и макияж. Да, тройная красота. Как вы понимаете? Десятое. Любимое время года. Ну, лето тут ближе. Хотя у меня осенью день рождения. А у меня зимой. Ну, ладно. Лето в любом случае. Одиннадцатая любимая песня. Я не знаю. Я тоже не знаю свои любимые песни. Любимая песня меняется постоянно у всех людей. Это нормально, так что. Все зависит от настроения, я думаю. Допустим, у меня есть самый любимый... Упс. У меня есть самый любимый певец, который исполнитель. Которого я слушаю исключительно в те моменты, когда мне ужасно, знаете, грустно. Хочется подумать о жизни. Это сами Юсуф. Я вам могу написать на экране его название. Я уверена, что многие его знают. Он поет и на английском, и на арабском. Но у него такие красивые песни, которые действительно помогают успокоиться. Еще, если честно сказать, то у нас бывает, не знаю, какой-то глюк. И мы начинаем слушать Стаса Михайлова. Ну, чисто петь его странные песни. Вот у вас такое бывает, что какую-нибудь песню услышишь из серии, я не знаю. За тебя колы, мадам. В такси или где-то в кафе услышишь, и она так в голову въедается, что я песню слышала, а за тебя колы, мадам. Я, наверное, неделю ходила ее и пела. Еще и Кристина заразила. Дальше можно совместить. Балетки или каблуки. Да, балетки или каблуки. Балетки, каблуки. Да, естественно, каблуки. Четырнадцатая штана или платье? Платье, 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 конечно. Любимое животное. Ты не любишь животных. Я люблю только... Я люблю одного животного. Кого? Я говорила, что когда я вырасту, у меня оно обязательно появится. Хаски. Рыбка. И что? Тигр лев. Да, тигр лев. Как ты не могла... Тигр лев. Ну, как ты могла забыть? Я обожаю львов. У меня даже львы везде висят. Да, у тебя там еще и сердце лежит. Ну, сердце, это по биологии. Но я же львов обожаю. Офигеть, Кристина. Ну, окей. И мое любимое животное. На самом деле, Кристина любит собак. Да. Ну, я собаку жутко боюсь. Если бы твой дом горел, но твоя семья была в безопасности, какую бы вещь ты спас? Я должна ответить про тебя, да? Нет, ты должна про себя, наверное. Ну, я бы спасла компьютер. Не, ну это бы все. У тебя самая ценная вещь в доме это компьютер? Если наша вся семья в безопасности, я бы, наверное, в первую очередь схватила за документацию. В плане паспорта с университетом рождения. Ну, так, я точно об этом подумала. Нет, ну, просто тут не описано. Мои родители в безопасности, они документы собаку возьмут. Ну, об этом они уже пусть думают. Ну, допустим, если бы одна вещь, я бы, естественно, взяла свои документы. Как ты ребенок должна думать, там, типа, косметику заберешь, игрушку. Я за компьютер бы вообще не взялась. Кристина, здесь угарный газ везде, а ты берешь компьютер. У тебя есть, типа, ну, он может к тебе как-то прилететь, ну, просто, не знаю, как. Компьютер прилететь? Ну, я не думаю, что мы так привязаны к вещам каким-то. Ну, я не думала, что так привязаны к компьютеру. Допустим, у меня они вообще никакой ценности компьютер не имеют. Ну, я просто не знаю, кроме компьютера, как бы, ну, вещи, окей, одежда пусть остается. Игрушек любимых нету, что еще? Нет. Ну, как бы ты потом, ну, по спарталам. Ну, я бы что-нибудь придумал. А свидетельства о рождении. Ты знаешь, как их сложно восстанавливать? Нет, не знаю, но этим бы занялись родители. В общем, занесли мы на этом вопросе. Давай, Камила, кстати, сейчас фокус на тебе. Да, я, например... Лови меня! Что самое странное, что вы кушаете? Я, кажется, знаю, что ты сейчас про меня расскажешь. Мы кушаем 24 часа в сутки. И мы кушаем только, когда мы друг с другом. В плане, когда мы приходим домой, мы на диете как будто сидим, а вдвоем мы срываемся. Ну, да, как-то степень. Нет, что самое странное, что ты кушаешь? Что самое странное? Камила кушает наггетсы с двумя соусами. Она смешивает, но... Когда я в Макдональдсе беру себе наггетсы, я беру сырный соус и кисло-сладкий. Сначала окунаю наггетс в сырный, а потом кисло-сладкий. Есть ли что-то схожее в наших характерах? Если мы являемся лучшими подругами, безусловно, у нас есть какие-то качества, в которых мы сходимся. А я, наоборот, раньше думала, что два человека, у которых схожи к характеру, не могут... Ты имеешь в виду? Противоположность и притягивание? Ну, что-то типа того. Ну, в плане, вот в том году у нас очень совпадали характеры. Я не знаю, исходя из моего мнения, мне кажется, что наилучшее общение выстраивается именно на каких-то точках соприкосновения. В любом случае, как бы мы с тобой общались, если бы у нас были бы с тобой категорически разные жизненные позиции, или, я не знаю, характера поведения. Поэтому, мне кажется, мы с тобой безусловно похожи, причем очень. Ну что ж, мы наконец-таки ответили на самый последний вопрос, и мы очень надеемся, что вам понравился этот ролик. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на Камин канал и пишите комментарии. Внизу в инфобоксе я оставлю обязательно ссылку на Кристи на Инстаграм. И на этом наше видео заканчивается. Желаю вам огромной удачи и прекрасного настроения. Пока-пока! Зашибись, знаешь, чему ты пумба! А мне просто что здесь не описывает, как ты спасаешь. Просто у тебя есть база, зачем смотреть в жазки, чтобы дополнительно себя напугать. Ну, не знаю. Люди типа... Да, я же сейчас... Точно так же, как ты смогу одеть. Мы на какие-то вещи смотрели одинаково и обе ждали друг от друга того... Ну, риторика у тебя наиболее может быть. Поехали. Наше видео за... Да блин, я не успокоилась! Да блин, я не успокоилась! Ох! Вопросы? Все страшно. Кристи, они будут переснимать, нормально. Последний раз? О, я так запрошу в трой раз! Шикарно! Шикарно! Дубль шесть! Все, садись! Ой! Ну, Камила очень непонклод. Она опаздывает везде всегда, даже если я жду ее, а какой-нибудь важный человек в ее жизни. Что ты сейчас говоришь? Какой важный человек? Не-не-не, ты как это очень классно! Это классно! Оставляй! Чай! Чао, какао! Ка-као, чао!